Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, Шанхайская организация сотрудничества добилась действительно по-настоящему серьезных успехов. Утвердилась как авторитетная международная структура, стала весомым фактором международной политики. Вместе с тем, новые вызовы в глобальной политике, в экономике, которые мы все видим с вами, требуют глубокого и продуманного подхода к оптимизации деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Общее видение первоочередных задач и путей их решения зафиксировано в утверждаемых нами сегодня основных направлениях стратегии развития ШОС. С учетом результатов работы по реализации этого документа, будет подготовлена масштабная программа дальнейшей деятельности Шанхайской организации. Ключевым направлением, разумеется, остается обеспечение региональной безопасности и стабильности. На это ориентированы принимаемые сегодня программы сотрудничества по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2013-2015 годы. И новая редакция положения о политико-дипломатических мерах и механизмах реагирования на ситуации, ставящие под угрозу мир, безопасность и стабильность в регионе. Хорошо зарекомендовал себя механизм консультации по линии внешнеполитических ведомств, участием государств-членов и наблюдателей. Основной площадкой для укрепления сотрудничества в борьбе с новыми вызовами и угрозами остается региональная антитеррористическая структура. Нераскрытый потенциал видим в максимально широком привлечении государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. Разработаны и утверждены соответствующий регламент и типовой протокол о намерении. Однако на деле компетентные ведомства-наблюдатели на настоящее время пока к деятельности РАЦ не подключились. Считаю, что злободневность задач, стоящих перед этой структурой, настоятельно требует ускорения этой работы и скорейшего перехода к практическому сотрудничеству с нашими партнерами. У нас есть хороший опыт антитеррористического взаимодействия по линии оборонных ведомств. Начав с ежегодных совещаний, они вышли на работу, как говорят военные, в поле. Проведение совместных учений, мирная миссия – хороший тому пример. Ровно через неделю в Таджикистане они снова будут проведены. В основе сотрудничества стран региона по борьбе с наркотиками принятая год назад на саммите в Астане антинаркотическая стратегия Шанхайской организации на 2011-2016 годы. В прошлом году по инициативе России прошла совместная с Китайской Народной Республикой и Казахстаном оперативно-профилактическая операция, в ходе которой выявлено более 400 наркопреступлений. Секретарь ШОС наладил контакты с Международным комитетом по контролю над наркотиками и управлением ООН по наркотикам и преступностям. На заседании в УЗКОМ в составе вчера отмечалась важность активизации работы на этом направлении. Полагаю, что добиться этого можно в том числе за счет создания в рамках Шанхайской организации универсального центра по противодействию терроризму, наркотрафику и оргпреступности. У нас есть такая организация по борьбе с терроризмом, я уже упоминал о ней. Это РАЦ. Можно было бы сделать эту организацию универсальной и наделить ее еще функциями по координации работы в борьбе с наркотиками. Не менее серьезная задача – профилактика терроризма и экстремизма. К этому должны быть подключены общественные институты, СМИ, религиозные объединения, неправительственные организации, системы образования, наука и бизнес. Нужен межконфессиональный, а в контексте Шанхайской организации сотрудничества и межцивилизационный диалог. Об этом говорится и в основных направлениях стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества и в итоговой декларации, которую мы сегодня подпишем. Поскольку у нас сложился по этому поводу консенсус, можно поручить нашим Министерствам иностранных дел проработать модальность запуска и формат такого диалога. В числе приоритетов – расширение экономического сотрудничества. В Шанхайской организации мы делаем упор на продвижение крупных совместных проектов. Поэтому необходимо ускорить подготовку конкретного и содержательного перечня мероприятий по развитию проектной деятельности ШОС. Весомый вклад в развитие экономического сотрудничества вносит деловой совет Шанхайской организации. На протяжении шести лет его возглавляет гражданин России господин Мезенцев, которого мы выдвигаем на должность генерального секретаря организации. Уверен, что он будет по-прежнему уделять пристальное внимание дальнейшему совершенствованию экономического измерения Шанхайской организации сотрудничества. Интересное предложение делового совета о создании транспортно-логистических комплексов, в частности на территории Челябинской области в России, а также в сети технопарков в регионах России и Киргизии. Есть и другие интересные предложения. Большие надежды возлагаем и на деятельность межбанковского объединения. На днях было подписано соглашение банков-членов этой организации о сотрудничестве в реализации проекта по охране окружающей среды и энергосбережению. Сегодня будет подписан еще один очень важный документ – соглашение членов межбанковского объединения по обслуживанию и развитию реального сектора экономики. Хорошая динамика в гуманитарной сфере. В рамках года добросоведства и дружбы прошли значимые мероприятия в области культуры и образования. Установлены прочные контакты между молодежными объединениями стран ШОС. Выделю китайскую инициативу о проведении в августе в Синьцзяне форум молодых лидеров и российское предложение собраться в ноябре в Алтайском крае России на молодежный форум по вопросам предпринимательства и приграничного сотрудничества. Успешно развивается деятельность сетевого университета ШОС. Об этом уже здесь сегодня коллеги упоминали. Ректорат этого учебного заведения разместится в Москве. А в реализации этого проекта уже участвует 65 ведущих вузов государств-членов нашей организации. Мы всегда выступали за более тесное сотрудничество между Шанхайской организацией и Афганистаном. Организация уже немало сделала для содействия решению афганской проблемы. Президент Корзай с 2004 года ежегодно участвует в наших саммитах. В марте 2009 года в Москве под эгидой ШОС прошла международная конференция по Афганистану. Регулярно дважды в год проводятся консультации на уровне заместителей министров иностранных дел по афганской проблеме. Сегодня принимается решение о предоставлении Афганистану статуса наблюдателя при ШОС. Рассчитываем, что это позволит афганским друзьям выносить еще более весомый вклад в развитие регионального сотрудничества. ШОС – это открытая организация, выступающая за расширение связи с многосторонними структурами и государствами. Приветствуем тех, кто стремится к сотрудничеству с ШОС. И, конечно, правильно, что мы предоставили Турции статус партнера по диалогу. Многим из присутствующих здесь известно о совместной работе России, Казахстана, Белоруссии по созданию Евразийского экономического союза. Мы уже создали таможенный союз и единое экономическое пространство. И уже сегодня следует расширять контакты ШОС с региональными организациями, создаваемыми и созданными на постсоветском пространстве. Это Евразийская экономическая комиссия в сфере безопасности – Организация договора о коллективной безопасности – ОДКБ. Еще в 2004 году по российской инициативе главы государств ШОС обратились к Международным организациям Азиатско-Тихоокеанского региона с предложением о формировании партнерской сети многосторонних объединений. Сделано немало. Налажено плодотворное взаимодействие с ОСИАН, упоминавшееся уже ОДКБ СНГ. На очереди подписание меморандума с экономической и социально-экономической комиссией ООН для Азии и Тихого океана. Полезно было бы установление отношений с такой авторитетной структурой, как БРИКС. Известно, что некоторые страны региона стремятся к более тесному сотрудничеству с ШОС. Предлагаю поручить Министерствам иностранных дел проработать и подготовить к саммиту в Киргизии в следующем году решение об универсальных финансовых, юридических и административных условиях для приема новых членов. При этом, разумеется, должны быть обеспечены коренные интересы государств-основателей ШОС. И решения таких вопросов должны приниматься неизменно консенсусом. В заключение хотел бы еще раз поблагодарить председателя Худзинтао за большую работу, которая была проделана и им лично, и всеми нашими китайскими друзьями и партнерами в период китайского председательства. Функции председательства в ШОС переходят к Киргизии. Желаю нашим киргизским друзьям успеха в выполнении этой сложной и ответственной миссии. Со своей стороны готовы оказывать вам всю необходимую помощь и поддержку. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...